Меня зовут Алексей Резников. Я министр обороны Украины. Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях. Поэтому внимательно послушайте то, что скажу вам я. Я не призываю вас верить мне на слово. Я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос. И честно на него ответили. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать коллегой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы. Десять месяцев назад ваши руководства и пропагандисты в телевизоре рассказывали, что есть некие цели, так называемые специальные военные операции, и что все идет по плану. Сейчас они об этом помалкивают. Потому что им придется признать одно из двух. Первое. Что согласно их же плану, впервые за сто лет уничтожен флагман российского флота. На аэродромах в глубине России взрываются самолеты дальней авиации. Безвозвратные потери российской армии составляют уже более ста тысяч человек. Чтобы заместить эти потери, уже провели одну волну мобилизации. Хотя еще летом категорически отрицали, что она будет. И обманули. По этому же плану в зонах набирают десятки тысяч зэков в частную военную компанию. Владельцу этой компании дозволено вытирать ноги о кадровых российских военных. Хотя простых людей бросают в тюрьмы за дискредитацию армии. По этому плану уже полгода безуспешно штурмуют небольшой украинский город Бахмут, положив там десятки тысяч солдат. Ранее положили тысячи солдат на правом берегу Днепра, а потом сбежали из Херсона. Как до этого сбежали из Харьковской области, из-под Киева, с Черниговщины и Сумщины. Что согласно этому плану Швеция и Финляндия заканчивают вступление в НАТО. Хотя ровно год назад люди в этих странах о НАТО и не помышляли. И хотели сохранить нейтралитет. По этому плану весной запрещали произносить слово «война». А сегодня его говорят открыто. Я могу еще долго перечислять, но даже из этого следует, что если план был таким, его могли составить только враги России. Либо те, кто сидит в Кремле и бункерах, должны признать другое. Что их замысел провалился. Что они проиграли. И из-за их провала Россия потеряла свой авторитет в мире. Людей с российским паспортом теперь презирают не только в Европе, но и на Кавказе, и в Центральной Азии. Хотя еще год назад все было иначе. Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах России как можно быстрее эту войну закончить. Но они не могут вам в этом признаться, потому что тогда придется за все отвечать. Что происходит сейчас? Что они делают? Те люди, которые развязали кровавую бойню, которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защищать Россию. Потому что кругом враги. Они запугивают вас тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы учинят расправу, отнимут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают. На самом деле они хотят защитить не Россию, они защищают себя. Свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастниками преступления. Единственная причина, ради которой вас отправят на войну, чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками. Вы можете погибнуть или потерять здоровье исключительно ради того, чтобы эти люди не понесли ответственность. Тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли. Многие тысячи стали инвалидами. Только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет. Они могут вам рассказывать, что есть какой-то план Б, какое-то тайное оружие, что вскоре опять начнутся победы. Но весь их план в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик. Вы отправитесь умирать только ради этого. Теперь я скажу не как министр обороны, а как юрист. Все граждане России, безусловно, косвенно заплатят за развязанную войну. Из-за нынешних руководителей Россия будет вынуждена на протяжении нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб. Это неизбежно. Но есть огромная разница. Те, кто лично не участвовал в преступлениях, кто не подстрекал к войне, потеряют лишь часть дохода и часть комфорта. Это правда. Но пока лично вы не совершили преступлений, вам нечего опасаться. Даже если вы голосовали за действующую власть. Под трибунал пойдут только военные преступники. Это та правда, которую очень боятся в Кремле. И которую скрывают от граждан России. Снова и снова вас обманывая. Если война затянется, лично у вас вырастут шансы погибнуть. Потому что за новой волной мобилизации будет следующее. Потом еще. И тому, кто сидит в бункере, все равно, сколько россиян погибнет. Главное, чтобы не добрались до них. Но чем дольше длится эта война, тем тяжелее будут последствия для простых людей. Для простых россиян. Украинцы не отступят. Мы защищаем свою землю, своих родных, свои дома. Поэтому честно себе ответьте. Хотите ли вы в следующем году умереть или остаться без рук без ног, чтобы кто-то другой не сел в тюрьму? Хотят ли ваши близкие ценой вашей жизни или здоровья оттягивать начало трибунала над убийцами, насильниками, грабителями, которые вас обманывают? Если хотите, то берите повестку и отправляйтесь в армию. Украинские воины на поле боя вам популярно объяснят, какую ошибку вы совершили. Если же не хотите, избегайте мобилизации любым способом. Когда бункерные вожди не смогут собрать и отправить на бойню новую партию мобилизованных, они будут вынуждены признать свое поражение. И война закончится. Это все равно случится. Вопрос только в цене. И будет ли эта цена оплачена вашей кровью? Празднование Нового года с близкими это хорошее время осмыслить все это. Если через год вы хотите сидеть за столом с родными и друзьями, подумайте и примите правильное решение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!